Сегодняшний мастер-класс продолжит серию идей красивого и при этом бюджетного домашнего декора. Для изготовления венка своими руками нам понадобится всего лишь охапка веток, в нашем случае это березовые и тополиные. Также возьмем около 2 метров самой обыкновенной стальной проволоки, она достаточно податливая и при этом хорошо держит форму. Из проволоки сделаем два кольца, которые затем вложим один в другой и скрепим между собой. Это будет основа для венка. Сгибаем проволоку в круг диаметром около 20 см, фиксируем, огибая концы проволоки вокруг основы. Теперь внешний круг основы. Огибаем проволоку вокруг получившегося кольца и фиксируем. Расстояние между кольцами 3-5 см, фиксируем и ровняем. Для того, чтобы скрепить кольца основы между собой, понадобятся отрезки проволоки длиной 10-15 см. Проводим отрезок проволоки под кольцами основы. И фиксируем один конец на внешнем кольце, осторожно, можно уколоться, другой на внутреннем. Тоже проделываем с остальными отрезками проволоки. Выравниваем форму основы по необходимости. Перекладины фиксируем через каждые 5-10 см. Они не только держат основу венка, к ним, как и к бортикам, будем крепить веточки. Торчащие концы проволоки обжимаем плоскогубцами. Немного продавливаем перекладины основы. Получилась канавка. Так веточки будут ложиться более естественно, а венок будет более объемным. Выкладываем ветки. Сначала тополины, у них более грубая фактура, которая создаст основы венка. Выкладываем ветки внахлёст, задавая движение по спирали. Фиксировать ветки к проволочному каркасу будем при помощи термоклеевого пистолета. Наносим клей на перекладины. Крепим веточку немного под углом. Выкладываем следующую. Движемся по спирали. Прижимаем веточку на несколько секунд, пока клей полностью не остынет. Возьмем несколько отрезков тонкой крафт-проволоки. Перевяжем некоторые веточки между собой, фиксируя к бортику основы. Продолжаем выкладывать основу композиции. Теперь задаем объем березовыми ветками. Собираем несколько в пучок и перевязываем крафт-проволокой. Фиксируем термоклеем. Еще один пучок. Выкладываем ветки по спирали, повторяя заданное тополинами ветками движение. Отрезок атласной ленты послужит петелькой для нашего венка из веточек. В одном из предыдущих мастер-классов мы делали цветы из гипса. Сегодня они послужат основой для декора нашего венка. Возьмем акриловые краски голубого, бирюзового и золотого цвета. Воду для кисточки. Немного белой акриловой краски основы. Тонируем, добавив совсем немного голубого. Только для оттенка. Мы хотим добиться эффекта фарфоровых цветов. Прокрашиваем лепестки снаружи и изнутри. Даем краске высохнуть. Можно воспользоваться феном, если хочется побыстрее приступить к следующему этапу. Краска высохла. Теперь украсим края лепестков золотом. Тонкой кистью набираем краску и проходимся по кромке, как бы выжимая кисть. Остается рельефная каемка. Золотая краска высохла. Цветы не отличить от фарфоровых. Венок украсим линным бантом. Это достаточно крупный элемент декора. Чтобы соединить его с композицией венка, нам понадобится несколько тонких полосок лина. Повязываем ленты на внутренние и внешние бортики проволочной основы. Теперь выложим цветочную композицию. Прежде чем фиксируя цветы на венке, подберем самое выигрышное расположение. И снова задаем движение по спирали. Клеим цветы к основе. Остается добавить бант. Мы заранее отрезали полосу льна около метра длиной. Ширина ленты может быть от 5 до 10 см. Слишком крупный бант утяжелит композицию. Повяжем самый простой бантик. Расправим петли и подровняем концы. Заводим концы банты за петли. Фиксируем к венку при помощи термоклеевого пистолета. Последний штрих. У нас получился воздушный элегантный венок из березовых и тополиных клеток. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok